Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречались с парнем 3 месяца, почему он предложил встречаться, но без близости, все было хорошо. На каком основании и какой фундамент для отношений был? Общались каждый день онлайн, непрерывно, по возможности каждые выходные проводили вместе. Ну, это актуально до поры до времени, я думаю. Сама чувствовала, что особой страсти нет, познакомились по интернету. Страсти нет у кого? У вас, у него, как это? То, что вы познакомились по интернету, тоже вызывает вопросы, потому что, ну, обычно это связывается с тем, что человек боится знакомиться вживую. Имеет некоторые трудности, значит, с коммуникацией живой, по крайней мере на начальных этапах. Вот. Ну и, вот, избегают их. Внешне нравился, сразу дал понять, что готов со мной к серьезным отношениям. А что это значит, серьезные отношения? Маргарита, как можно в начале отношений дать понять, что готов к серьезным отношениям? Это означает заглядывать в будущее, а будущего не может знать никто. Я думаю, что ваша трудность в ожиданиях. Вот. Для вас что значит серьезные отношения? Вот что это такое? Это безопасность, это какие-то гарантии. А если это так, то это история про вашу неуверенность в себе. Просто вы сами не твердо, как будто бы стоите на ногах и хотите, чтобы мужчина за счет гарантии вам серьезных отношений подчеркнул вам вашу ценность, как будто бы. Дальше. Проявлял внимание инициативу, сам дарил подарки, платил практически всегда он в кафе и т.д. Вы описываете то, что делал он. Это очень здорово, то, что он делал. Но меня интересует, что делали вы. Потому что пока складывается ощущение, что вы к этому человеку, условно говоря, прикипели именно благодаря его отношению к вам. Когда человек привязывается к отношению к себе, он становится зависимым. Потому что вы не обираетесь на свое отношение к человеку, на свое желание какие-то к человеку. Понимаете? Вот. Вы перечисляете, что он делал. Но вы не перечисляете, что делали вы. Договорились. В одно воскресенье второй раз к нему привезти время без близости. Почему вы так выделяете то, что без близости? Что плохого в близости? Макалюни писал два раза. Причем первый и все как обычно. Первый и второй, наверное. Все как обычно. Так, ну здесь вы как будто бы пытаетесь сказать, да, что он ничего не предвещал обиды. Встретились на улице. Писал также как и всегда. Еще за скобочками зачем-то. Тут вы уже пытаетесь его понять. Потому что не можете опереться на себя. Не говорил заранее ничего насчет разговора особого. Чуть опоздала. Если бы сказал, он бы не состоялся. Чуть опоздала, обнялась, хотелось шмокнуть, но не получилось. Почему? Он остранился. Дальше прошли несколько шагов. Замечкался. Говорить ничего не получится. Спрашиваю какие-то дела, проблемы. Он отключает, вообще ничего не получится, не чувствует страсти. Говорит, прости, не хочу недопонимать. Ну, это в принципе честно. Это честно, это честно, открыто. Вот. Я стратегически говорю. Окей, бывает ничего страшного. От удивления два раза это повторил. А почему удивление? Обожняли руки, попрощались. Что делать в такой ситуации? Что делать, чтобы что? Человек вам открыто честно сказал, что нет страсти. Подтвердил вам то, что вы и сами чувствовали. Что делать, чтобы что? Вас это задело? Задело. Вас это фрустрировало? Да, фрустрировало. За счет чего и как? Нужно разбираться. Лично я думаю, это связано с вашей уверенностью в себе, стремлением к серьезным отношениям и гарантиям. Сумоценка у вас может быть неустойчива. Отсюда и вот такая история. Плюс ориентированность на отношение человека к вам, а не ваше отношение к себе, к человеку. Свободным в отношениях человека делает его отношение к партнеру, а не отношение к партнеру. Знаете? Очень обидно и неприятно. Обидно и неприятно очень. Так. Ну, обидно. Это про ожидание. Вот. Честно говоря, хорошего в этом в любом случае мало. И какие-то негативные чувства испытывать нормально. Вопрос только в их природе. Вам надо эти чувства прожить. То есть, проговорить кому-то. Можно с психологом это сделать. Вот. Кхм-кхм. Может все к этому шло, что не больше как друзья. Может быть. Но просто формат прощения и его слова обидели и не была готова к этому. Как именно обидели вас его прощения и слова. Я не в том смысле, что он ничего такого не сказал. Я в смысле как конкретно. Вот. Ну. Прям вот конкретно. И у вас это произошло. Что вот. Человек говорит. И вам. И вы вот. Очень обидно и неприятно. Это очевидно, что это вне нормы. Правда? Вот. Ну, очевидно, что это чрезмерно. Ну вот. Надо посмотреть. Правильно, вы приняли это на свой счет. А почему? Потому что вы готовы. Какие-то действия человека принимать на свой счет. За счет чего? За счет неуверенности. За счет того, что неуверенны в себе. Действия человека другого. Бас определяют. Все. Когда вы неуверенны в себе, образуется пустое пространство. Пустое пространство заполняется активностью другого человека. Если активность негативная, вам неприятно. Это все можно корректировать. Но это психотерапия. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...